Привет! На сегодняшнем занятии мы будем пользоваться всякими прикольными готовыми штуками. Это самое классное программирование, что можно взять чей-нибудь чужой труд, воспользоваться им и стоять с горным видом победителя. Научимся для начала сортировать что-нибудь, например, вектор, еще одним способом, уже третьим по счету. Большая часть из того, чем мы сегодня пользуемся, содержится в библиотеке алгоритм, поскольку это алгоритм. Все довольно логично. Итак, сочетаем вектор чисел и просто упорядочим его. Считывание у нас уже до боли знакомо. Давайте сразу делаем его нужного размера. И сочетаем. А теперь легким движением руки вектор превращается в отсортированный вектор. Вектор превратился, да. Все очень просто. Пишем sort. Это название функции сортировки. И у этой функции два параметра. Начиная откуда сортировать и заканчивая чем сортировать. Начинаем сначала begin, заканчиваем концом end. И теперь выведем то, что у нас получилось. Проверим. Да, функция работает. Здорово. Теперь посмотрим еще одну штуку. Часто бывает нужно не просто отсортировать последовательность чисел или строк, или еще чего-нибудь, что можно сравнить между собой. Но и их номера в исходной последовательности, например. То есть пара. Число и его номер в исходной последовательности. Или число и число, число и строка. В общем, какие-нибудь пары. С парами мы немного встречались в прошлом занятии, посвященном словарям. Сейчас научимся работать с ними по полной программе. Для того, чтобы они работали, нужно подключить библиотеку утилити. Теперь мы можем создавать пары. Давайте решим такую задачку. Упорядочить массив чисел и вывести номера элементов в том порядке, как они стояли в исходном массиве. Что мы для этого будем делать? Нам понадобится временная переменная, чтобы считать число. А до этого мы сделаем наш вектор из пар. Значит, пара обозначает словом pair и в треугольных скобочках через запятую, из чего она стоит. Из числа и числа. Отлично. Теперь можно считывать. Значит, считываем во временную переменную. И в наш вектор кладем пару. Чтобы создать пару, нужно в фигурных скобочках через запятую написать в нашем случае два числа. Сначала значение, а потом номер в исходной последовательности. Ну, то есть текущее значение счетчика. Сортируем. И выводим секонд. Это нам уже знакомо. В паре есть фёст и секонд. Первый элемент и второй элемент. В нашем случае номера это второй элемент. Посмотрим, что же происходит и пытаемся найти этому какого-нибудь разумного объяснения. Пусть у нас люди стояли задом наперёд. У нас выявится, что в начале, после сортировки, стал стоять человек, который был на четвёртом месте. То есть самый последний. На втором месте тот, кто был третий, предпоследний и так далее. Вот. Такой смысл у этой сортировки. Как между собой сравниваются две пары? Во-первых, они сравниваются по полю фёст. И если в одной паре первое поле фёст меньше, чем соответствующее поле во второй, то она считается меньше, чем вторая. Если же они совпадают, то сравнение идёт по второму полю. Ну, например, вы хотите упорядочить людей сначала по росту, а потом по возрасту. Если один человек ниже другого, то понятно, кто стоит раньше. А если их рост одинаковый, то тогда уже дело доходит до сравнения возрастов. Пусть теперь мы хотим научиться сортировать не по возрастанию, а по убыванию. Ну и выводить мы будем уже в собственном значении, чтобы нас ничего не путало. Пока мы не знаем, как это делать, но есть очень простой способ. Есть функция Reverse. Развернуть последовательность. Параметры у неё такие же, как у сортировки. Начиная с какого места разворачивать и заканчивая каким местом разворачивать нашу последовательность. Посмотрим. Отлично. Она вывелась по убыванию. Сейчас мы изучим ещё одну штуку в C++, которая называется структура. Она предназначена для того, чтобы объединять в себе несколько разных полей. Ну, например, вы хотите описать какую-нибудь книгу. У неё есть имя автора, название, год издания и ещё куча всякой информации. Вот это всё можно объединить в структуру. Наша структура будет попроще. Она будет содержать в себе рост человека и его имя. Мы хотим упорядочить опять же людей и вывести их имена в том порядке, как они идут по возрастанию роста. Что нам понадобится? Во-первых, если мы хотим использовать строки, то string. И можно создавать структуру. Описание человека. Для этого мы пишем слово struct. Название, как оно у нас будет называться. И в фигурных скобочках перечисляем все поля, которые в ней будут. Это рост, целое число. И строка для имени человека. Отлично. Теперь мы хотим создать вектор из наших структур. Делается это очень просто. Мы вместо int пишем название нашей структуры. Считать это всё. Считать немножко сложнее. Заведём временную переменную для роста и для имени очередного человека. Считаем их. Создадим временную структуру. И положим в её поля эти значения. Мы пишем имя структуры, ставим точку. И у нас появляется список полей, которые доступны в этой структуре. В рост мы кладём рост. А в имя кладём имя. И добавляем это всё в вектор. Мы хотим упорядочить людей по их росту. При этом какая у них фамилия для нас значения не имеет. Чтобы сделать это, нам нужно написать функцию сравнения двух людей. Какой из них идёт раньше, какой позже. В нашем случае она очень простая. Достаточно взять только поле рост из структуры и сравнить их между собой. Сделать это можно с помощью функции. Назовём её cmp. Которая принимает на вход двух людей. А и b. И должна возвращать истину, если а меньше, чем b. В нашем случае меньше по росту. Так и пишем. Если рост а меньше роста человека b. И теперь мы можем передать функцию sort в качестве третьего параметра имя нашей функции. Для сравнения двух структур. Каждый раз, когда два элемента сравниваются, будет вызываться эта функция. И с помощью неё проверяться, меньше первой, чем второй, или нет. Для сортировки достаточно только одной операции сравнения меньше. Остальные описывать не нужно. Ну, этого реально хватает. Пусть мы хотим вывести только фамилии людей, как они стоят. У нас есть уже цикл для вывода из предыдущей задачки. Теперь нам нужно выводить поле имя. Ну, и разделять, например, их переводом строки. Пусть у нас есть всего три человека с каким-нибудь ростом и какими-то странными именами. Оно выводит нам то, что нужно. Сначала фамилию самого низкого человека, затем среднего и затем самого высокого. С помощью структур можно сортировать что угодно. В частности, очень часто у вас будет встречаться задача посортировать значения вместе с их номерами в исходной последовательности. Это несложно, я верю, что у вас получится. А мы посмотрим ещё одну задачу. Опять же, пусть у нас люди выстроились в ряд, нужно посортировать их по росту. Но если, например, есть Вася и Петя, у них одинаковый рост, то хотелось бы, чтобы они остались в том же порядке, как были в исходной последовательности. То есть, если Вася стоял раньше, Петя, то он должен так и остаться после сортировки. Вообще говоря, не обязательно, что так произойдёт после вызова функции sort. Они вполне могут поменяться местами. Но иногда очень важно сохранять такой порядок. Такая сортировка, сохраняющая порядок одинаковых элементов, называется устойчивой. Ну и для неё, опять же, есть замечательная функция stableSort. Стейбл по-английски устойчивая. Давайте посмотрим, что она действительно у нас не меняет людей, если они шли в каком-то порядке. Пусть у нас есть люди одинакового роста, и они должны так и остаться. Да, так и остались. Вообще говоря, функция sort работает чуть-чуть быстрее, чем stableSort, поэтому если устойчивость для вас не важна, то лучше пользоваться ей. Там и букв меньше, и работает быстрее. Посмотрим ещё одну задачу, очень практическую, про среднюю зарплату. Например, у меня зарплата 3 миллиона, у вас 0, потому что вы ещё учитесь, и с нами студент Вася, у него стипендии 300 рублей. Тогда наш средний доход 1 миллион 100 рублей, неплохо живём. Но часто это бывает обманчиво, ну как в нашем случае. И поэтому использую такое понятие, как медиана. Что такое медиана? Это если мы всех выстроим по возрастанию зарплаты в нашем случае, и потом возьмём того, кто стоит на среднем месте, не среднее значение, то это и получится медиана. В нашем случае 300 рублей Васина. Искать медиану довольно просто. Можно взять массив и просто отсортировать его. Давайте вернём всё как было, чтобы у нас опять были числа. Сочетаем их, отсортируем. И выведем элемент, который стоит на среднем месте. В случае, если их чётное количество, то на среднем месте стоит 2, но обычно выбирают левый из них, меньше. У нас так и будет работать. Посмотрим наш пример про зарплаты. Пусть у нас 3 человека, ну и зарплаты такие, как я назвал. Вот, медиана составляет 300. Посмотрим что-нибудь ещё, кроме сортировки. Например, генерацию перестановок. Но что такое перестановка, я думаю, вы себе представляете. Это когда какие-то элементы переставляются. То есть у нас, например, есть числа от 1 до n. Давайте их сделаем в нашем векторе. Считаем n и положим вектор числа от 1 до n. Вот так. Отлично. У нас теперь есть вектор, содержащий числа от 1 до n. И мы хотим сделать следующую перестановку. То есть вначале все числа расположены по порядку. Когда мы получим следующую перестановку, у нас два последних элемента поменяются местами. Давайте напишем функцию вывода вектора. Это придётся много раз делать. Поэтому нам будет проще, если будет функция. Ну, сама функция по себе довольно простая. Но облегчит нам жизнь. Итак, напечатаем, как вектор выглядел сначала. И применим к нашему вектору функцию next permutation. Следующая перестановка. У неё два таких же параметра, как и в сортировке. Начало и конец вектора, которым будут переставляться наши элементы. Напечатаем его ещё раз и посмотрим. Вот они первые две перестановки трёх элементов. 1, 2, 3 и 1, 3, 2. Здорово. С помощью этой функции можно сгенерировать вообще все перестановки, какие у нас есть. Эта функция работает не просто так, а возвращает истину или ложь. Обычно она возвращает истину, а ложь она возвращает, когда все перестановки кончились. То есть у нас элементы уже расположены в обратном порядке, и следующую перестановку сделать нельзя. Таким образом, мы можем написать, пока следующая перестановка, будем её печатать. Всё. Вот они, все наши перестановки из трёх элементов. Ну, количество перестановок растёт довольно быстро. Например, мы можем посмотреть, как они из десяти элементов все печатаются. Сегодня мы научились пользоваться стандартными функциями библиотеки Алгоритм. Их там, кроме тех, что мы изучили, ещё очень много. Но вы можете почитать документацию и научиться пользоваться ими сами. Вообще говоря, я надеюсь, что благодаря нашему курсу теперь вы сможете прочитать документацию по чему угодно и научиться делать это самостоятельно. Ну, или пойти изучать программирование где-нибудь более серьёзно. В университете или на каких-нибудь курсах. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok